В областном центре обсудили проблемы развития плавания. В регионе планируется принять программу по поддержке этого водного вида спорта в 2016-2020 годы. На встречу приехал президент Всероссийской Федерации плавания, четырехкратный олимпийский чемпион Владимир Сальников. В Иванове он оказался впервые. По словам титулованного спортсмена, девизом нашего региона должна стать фраза «Живешь на Волге – умей плавать». Мне кажется, каждый живущий на Волге должен уметь плавать. Все дети, которые здесь учатся, они должны иметь этот жизненный важный наук. Поэтому вполне реально развивать этот вид спорта как приоритет на Ивановской области. Федерация плавания России обязательно поддерживает эту инициативу, потому что для нас каждый бассейн, каждый очаг, где люди занимаются плаванием – это возможность в перспективе увидеть уже будущих спортсменов, будущих чемпионов. Материальная база для развития плавания в нашем регионе, мягко говоря, недостаточно. Бассейн есть в Иванове, Вичугешуе. В настоящее время ведутся работы по строительству бассейнов в Родниках и Приволжске. Но возводить большие современные спортивные объекты нужно в большом количестве, и не только в крупных городах. В городе Кинежма 86 тысяч населения, но как минимум потребность в бассейне – это три комплекса должно быть. Город Фурманов – население 36 тысяч человек, но как минимум один фок необходим. Тейково – население 34 тысячи, Кохма – 29. И получается у нас, что около 10 бассейнов в области – это как минимум. В настоящее время Всероссийская Федерация плавания продвигает идею малобюджетных проектов бассейнов. В таком случае стоимость объекта в зависимости от размеров и видов чаши обойдется от 150 до 300 миллионов рублей. Александр Фомин высказал готовность выделить деньги на строительство подобных объектов. Регион может себе позволить строить такие бассейны один раз в два года без привлечения федеральных средств.